Итак, после предварительного осмотра данной группы, переданной для проведения хонобслуживания от Александра, все вот эти три единицы были предварительно вручную почищены, поскольку вот эти две единицы, они имели оксидационный слой в районе рабочих фасок до выхода на них, в результате оставления слишком длительное время мыла отработанного предположительно, я просто предполагаю, не утверждаю, но предполагаю. Вот эту бритву за компанию я тоже почистил, поскольку бритва эта, со слов Александра, была передана ему в дар, поэтому с нее мы, наверное, и начнем. Эта бритва особая, завода Стиз, 1957 года, в общем и целом состояние очень приличное, единственное, освежил я вот таким вот образом внешний вид, эрль, естественно, насечки вот эти все повычищал, подполирнул с обеих сторон сам клинок, естественно, все вручную и очень внимательно вычистил оправу вот со внутренней стороны половинок, потому что присутствовала там грязь, а это все, естественно, эстетическому восприятию клинка мешает. Поэтому, естественно, все почистил, и она еще имела обратную улыбку, естественно, нужно было от нее, прежде всего, избавиться, еще до начала заточки, что, в общем-то, и было сделано. Вот было на корень, и в обратную сторону с таким же успехом справимся. Итак, особая, 1957 год, вот с таким травлением осмотрели. Мощный, старый, французский клин Кортере, да, АНОЛЬ. Прекраснейшее решение. Тоже, естественно, ну, наверное, вот так на треть от торца носика в сторону пятки. Вот этот оксидационный такой слой, такая как темненькая полосочка до рабочей фаски со стороны обуха имела место быть. Я в предыдущем репортаже уже делал на этом акцент. Лишний раз повторюсь. Если оставить отработанное мыло на клинке чуть дольше положенного времени, либо не до конца от него избавиться в процессе бритья, то вот такая вот ситуация возникает, в общем-то, постоянно. Я больше привык аккуратно в процессе бритья клинок промывать под проточной водой и сразу потом протирать сухим махровым полотенцем. Таким образом, я 100% обезопасен от подобных явлений. Оно, конечно, страшного не будет ничего, однако эстетику портит. Эстетика в плане, по крайней мере, зрительного восприятия, она крайне важна. Так, а мы тем временем уже ее проверяем нарез волоса в обратную от корня сторону. И, как мы прекрасно видим, без забот и хлопот бритва с контрольным тестом справляется. Вот и Вейден Бутчер. Опять же таки, вот внимательно наблюдаем. Ото всех вот этих вот потемнений удалось избавиться. Естественно, поскольку полировалось все вручную, абсолютно это без последствий для травления прошло. Все ровненько и гладенько. Именно так, как и должно быть. Клин. Особо, естественно, ничего не слышно при проверке. А мы уже заканчиваем вот в районе пяточки. Проверку делаем на корень. Волос переворачиваем и стартуем точно так же в обратную сторону от корня. И бритва с таким же успехом, как мы видим, с перерезанием волоса справляется. Группа абсолютно готова к любым испытаниям. Естественно, будет передана законному владельцу с наилучшими пожеланиями при удобном случае. Назовем это так. У меня же на этом все. Спасибо за внимание. Искренне надеюсь, надолго не прощаемся. Всем всего самого наилучшего. До скорых встреч в эфире. Пока.